Привет, Ютуб! Что бы я хотел показать еще интересного? Ну, это такая вот штука, замотанная в чехол, собственно говоря. Это такая нормальная, обычная, тактическая аптечка выживания. Ну, в общем-то, аптечка, она такая, которая не, я не знаю, там скажем, не рекламируется в интернете, не продается в аптеках. Поэтому я просто могу, вот, я не буду там давать ссылку на то, где и как приобретать эту аптечку. Я могу просто сейчас вот подробно там покажу примерно, как она устроена. Да, аптечка, в общем-то, предназначена для, скажем, групп и спецподразделений. Она является такой, ну, армейской аптечкой, скажем, такого образца. Ну, не используется она повсеместно, используется она исключительно, скажем, для каких-то там подразделений, выполняющих какую-то там более-менее боевую задачу. Ну, боевые задачи, скажем, я вам выполнять не предлагаю, вот, поэтому, скажем, она используется, как это, или есть, да, в мирных целях. Просто для чего? Есть всякие фирмовые аптечки, и каждая аптечка укомплектована по-своему. Я вот просто скажу, например, что примерно нужно, потому что всегда существует какая-то опасность, например, тех или иных травм, ситуаций, еще чего-либо, да, того, что, например, может произойти с человеком. Поэтому я просто рекомендую иметь нечто подобное, особенно сейчас, в период лета, людям, которые куда-то отправляются в путешествие, ну, и даже в автомобиле. В автомобиле, например, есть всегда, скажем, такая автомобильная аптечка, ну, у нее там какие-то свои функции, там она там положена, ее там комплектуют. И, собственно говоря, я так, я в ней вообще, кроме аптеки, там держу еще, по-моему, вот буксировочные шаклы ремкомплекта для заклеивания, там, проколов, там, шины и всего прочего. Ну, не вместо аптечки автомобильной, а туда, как бы, кверху, сверху еще там навалено, потому что шаклы как-то никак не могут найти себе нормальное место. Это такие буксировочные, такие здоровые, такие металлические хреновина, да, которые цепляешь на рывковый трос. И они вечно там как-то где-то гремят, поэтому я их там приспособил к аптечке. Что здесь у нас есть? Ну, вот видите, в принципе, есть такие вот два кольца, которые там можно куда-то крепить, там, какому-то там оборудованию с помощью, там, специальных клипс. В общем-то, по сути дела, вот такая обычная велкро липучка, сюда вставляешь ремень, вернее, цепляешь, не надо расстегивать ремень. Цепляешь ремень и фиксируешь вот эту аптечку. Ну, что у нас в этих карманах? Обычная, традиционная, да, пакет перевязочный, индивидуальный, да. Тип ППИ, марки АВ-3, ТУ, стерильно. Вид бинта, количество продуктов. Что такое? Эластичный бинт. Эластичный бинт, соответственно, значит, накладывается способ вскрытия применения, разорвать наружную оболочку, по нарезу снять внутреннюю оболочку, развернуть подушечку, наложить на рану стороной, прошитой белой ниткой, пробинтовать и закрепить. Ну, в принципе, не знаю, я его не открывал, не пользовался, слава Богу. Я могу сказать, что следующее, например, в принципе, я говорю, какие-то там вот моменты травм, скажем, порезались, пробили веткой, рану, еще что-то, да. Если рана, скажем, незначительная, сосуды не задеты, крови потери небольшие, органы в порядке, можно использовать это. Ну, если, скажем, какая-то травма серьезная, я думаю, что, как бы, счет идет на часы, даже на минуту. И поэтому без квалифицированной медицинской помощи все равно не обойтись. Поэтому я говорю, никогда не надо полагаться на там авось, типа, вот, если, скажем, рана серьезная, фигня, рассосется, заживет, я там в живой природе видел, и так, и так, и пятое, и десятое. Да нет, собственно говоря, вот, ну, обычный, значит, этот кровоостанавливающий жгут, немножечко он не такой, скажем, как вот в обычной автомобильной аптеке, на этой аптечке, он чуть-чуть другой. Ну, тоже понятно, да, его назначение перетянуть рану, значит, по, скажем, крупной какой-то там вене выше источника крови потери, дабы предотвратить излишнюю потерю крови. Ну, тоже, собственно говоря. Поэтому, заживет, как на собаке, термин неправильный. На собаке, на самом деле, ничего не заживает. На волках, может быть, и заживает чуть лучше, в силу того, что волк, все-таки животное, живущее в дикой природе, да, и то, кто их считал, сколько их сдохло, сколько выжило. Вот собака, скажем, какая-то домашняя, если она там повредила что-то, ну, мы вынуждены с ней возиться, и поэтому я могу точно сказать, что собака вовсе не такое живучее существо, поэтому это же применяется и к человеку. Вот дальше такая укладка этой аптечки, смотрите, как все сделано, вот, и как она открывается. Ну, всякие кровоостанавливающие препараты, ну, смотрим примерно, статин. Это специальные такие индивидуальные лезвия для скальпеля, да, такой вот, в принципе, рукоятки здесь нет, потому что она не помещается. Ну, я рекомендую, собственно, вам иметь всегда вот такие вот стерильные несколько там комплектов лезвий скальпельных. Для чего? Для того, чтобы, скажем, в случае, если вот какая-то рана произошла, и вы даже там ее просто зашили, простерилизовали, там обработали спиртом, собственно, и потом все равно может возникнуть какой-то, грубо говоря, абсцесс, загноение внутреннее, то есть все равно придется вскрыть, в общем, вставить дренаж и убрать оттуда гной. Ну, это такие обычные таблетки для беззараживания воды, акватапс, я не знаю почему-то, которые вдруг стали большой редкостью. Хрен его знает даже, где их сейчас добывать. Влажные салфетки и прочая там фигня. Кофеин без занат натрия – это уже исключительно там мое добавление. Вот, кофеин без занат натрия применяется для чего там? Для того, чтобы, скажем, дать возможность человеку бодрствовать долго. За рулем в случае чего еще там, скажем, одна таблетка так стимулирует деятельность. Ну, а час на два, две таблетки – часа на три-четыре. То есть, если там жахнуть, там таблетки три, то, я думаю, хватит в случае, если сильная усталость и утомление, часов там на восемь примерно. Вот, на восемь, может даже на десять. Но потом, правда, как бы наступает такая несколько там период потом, скажем, повышенная утомляемость. Ну, вот эту вот фигню, только более разбавленную, добавляет во всякие вот эти вот энергетики, по сути дела, вредные для желудка и являющуюся дрянью. Поэтому лучше используйте обычный кофеин, бензонат, натрия. Ну, дальше, собственно говоря, всякие разные там пластыри. Вот. Еще покажу. Список препаратов, которые я вам рекомендую. Просто всегда использовать. Так, видно. Как, 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 направить. Так, вот так. Вот он. Убираем его в сторону. Что тут еще есть? Ну, вот этот хранитель. Всякая там ерунда. Это сульфацит, по-моему, тоже я его, в принципе, говорю, здесь вот не использую. По-моему, применяется для... Сейчас посмотрим. Капли для глаз применяются при конъюнктивитах, попадании инородных тел. Ну, тоже, как бы, ситуация такая, возможная. Нет, случается. Бывает, случается. Обалденная вещь. Рекомендую использовать. Всем. Закрытый. Ну, предупреждаю, скажем, если откроете, то через какое-то время он будет сохнуть и потом, в принципе, перестанет, наверное, клеиться. Клей БФ. Обычный клей БФ, медицинский, продается в аптеке. Применяется для поверхностного такую. Создает пленку, он там на основе спирта, для дезинфекции, заклеивания ран, царапин, каких-то кожных повреждений. Точно так же можно, в принципе, я говорю, мазать им подушки пальцев. Ну, я не знаю, кто для чего, скажем. То есть, теоретически, можно мазать подушки пальцев, чтобы не было отпечатков. Ну, опять-таки, мы люди мирные, поэтому нам совершенно... Ну, не стоит перед нами задача, скажем, там, замазывать подушки пальцев. Вот, ну, поэтому стоит задача использовать его просто для того, чтобы дезинфицировать раны. По сути дела, выглядит, как такая пленка целлулойная, ну, антисептическая. Вот. Думаю, что стоит иметь. Бинты, 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 бинты. Соответственно, самое надежное средство во всяких экстремальных ситуациях. Предупреждаю, что рану нужно, желательно, держать стерильную, промывать. Самое главное там, скажем. Ну, конечно, отдельно, например, можно еще тут вот, еще куча, куча всяких препаратов. Я даже не знаю, доставать или нет. Ну, в общем, бинты желательно рано держать закрытыми, да, стерилизовать их, обрабатывать сначала кровоустанавливающими какими-то препаратами, потом левомиколем накладывать повязку, дезинфицировать. Вот. Тоже интересная такая фигня. Это уже я добавил, значит, шприц. Так, на всякий случай, там, для каких-то инъекций. Ну, такая вот фигня, которая, ну, обычно, скажем, редко где-то используется. Раньше в армии, когда были старые аптечки, старого образца, был промедол. Такой морфиосодержащий препарат на основе натурального морфия. Ну, потом, значит, в Афганистане применялся. Ну, потом, значит, люди это быстро просекли, бойцы, да, и, соответственно, скажем, промедол использовали не по назначению, поэтому, хотя, в общем-то, наверное, нормально. Шприц такой, шприц-тюбик там, с иголкой там прям, там, через одежду выдавил. Сейчас проблема противошокового препарата. Мощность это противошаковый препарат. Противошоковый препарат, я скажу, что именно здесь вот в нем находится. Ну, в общем, вот таких вот три ампулы. Сейчас я лучше прочитаю три ампулы, и там еще что-то фигня какая-то. Где он там? Противошоковый набор. Вот они, читаю. Все три ампулы набрать в один шприц и сделать укол внутримышечно или подкожно. В неповрежденную конечность и использовать при травматическом, болевом шоке. Вещь, кстати, отличная. Я не знаю, собственно говоря, никто не использует. Опять-таки, в каких-то либо обычных аптечках нету. При травматическом, болевом шоке значит, не используется. Три ампулы, да. Но осталось теперь выяснить, что это значит. Дексаметазон. Вот он виден, да, если. Дексаметазон. Здесь. Кардиамин. И еще Кетарол. Ну, собственно говоря, может быть, сейчас уже более какие-то, скажем, разные рекомендации. Ну, факт то, что я говорю, просто вот есть такая штука. Опять-таки, скажем, у меня он не использован. Ну и дай бог, да, не пришлось применять. Потом, самое важное, например, то, что еще всегда вам может там пригодиться. Это, прежде всего, конечно, всякие препараты противожелудочных инфекций. Потому что, ну, зачастую, опять-таки, я говорю, что то, что мы применяем, да. Лаперамид. Лаперамид. Еще раз лаперамид, да. Ну и потом, значит, ну и все прочее, да. Поэтому, собственно говоря, диазолин и все остальное. Ладно, не буду я там сильно углубляться. Я просто скажу, скажем, о том, что вот есть обезболивающий триган. Ну, вызывает некоторые такие, скажем, галлюциногенные такие реакции. Поэтому триган за рулем применять осторожно. Обезболивает. Ну, может, например, скажем, снизить восприятие или реакцию. Ну, как обезболивающее хорошее посредство. Что-то еще. Ну, а там нитроглицерин, там всякие вера, вера лаперамид, там что-то еще. Еще-еще. Ладно, это все пока нам по-прабану. Собственно говоря, все это репараты. Нитросорбит. Гетроциклик. Пруанид. Абстракт валерьяны. Ну, собственно говоря, и еще, я думаю, что, по-моему, полозол является хорошим таким дезинфицирующим средством от желудочных инфекций на пятнике. Что можно сказать, да? Собственно говоря, прежде всего, сама логистика вот упаковки вот этого вот набора удобная, да? Потому что она, в принципе, предохраняет повреждения. Компактная, прочная. Ну, это наше изобретение. Я не буду говорить, что это, скажем, фирмачи. Что-то они там делают, но я думаю, что вот в эту вот аптечку можно набить по большому счету до опупения всяких разных препаратов. Это, я так думаю, что это просто салфетка. Сейчас, собственно говоря, в аптеке есть, продаются вот такой вот называется, по-моему, антисептик. Спирт. Спирт, в принципе, не медицинский, но он все-таки технический для высокоочистки ретификационной, по-моему, он не дотягивает, там, типа, 96-процентного нормального медицинского спирта. Не дотягивает. В таких вот бутылочках, там, по миллилитрах, наверное, там, 150. Ну, по крайней мере, скажем, вполне с успехом применяется для обеззараживания, там, дезинфекции, там, раны, кожи, прочего. Ну, если, скажем, я предпочитаю, скажем, спирт, кто-то, может быть больше, там, перекись водорода. Ну, я думаю, что стоит иметь всегда с собой где-то, на всякий случай, в походе, то есть, 2-3 таких бутылочки спирта купите в аптеке. Стоят они недорого. Обычную металлическую фляжку, такую плоскую, крепкую, да, из нержавейки, которая там по форме кармана. Можно там, конечно, кто-то там держит виски, виски, это, конечно, несомненно, лучше пить, где-то вечерков пить виски из такой фляжки. Ну, тогда 2 фляжки нужно, пить виски, это классно, просто классно. Ну, на самом деле, я вот, уважаю виски, все-таки, вот не так, не люблю водку, честно говоря. Ну, виски, это, моя слабость. Ну, не алкоголическая, а в плане, скажем, как бы, ощущения. Короче, вот в одной фляжке виски убрали в сторону, в другой фляжечке, да, вы наполнили ее вот таким вот спиртом, и тоже всегда с собой держите. По крайней мере, да, можно промыть рану, нанести там какую-то там дезинфицирующую, там эту, сделать нормальный укол, что-то простерилизовать и еще что-то. Ну, в общем, собственно говоря, такое вот изделие нашего, там, скажем, около военпрома. Примерно следующее, да, поэтому, что остается, рекомендации в бинты, всякие, значит, там, кровоостанавливающие препараты, таблетки для обеззараживания воды, кофеин, безонат, натрия, чтобы не испать, если сильно там приперло, да, дезинфицирующие средства для желудка, на всякий случай, опять-таки, противошоковый шприц, опять-таки, говорю, ну, конечно, самый хороший противошоковый шприц, это тот, что содержит какой-то натуральный препарат морфина, но я не думаю, что, скажем, нормально на нас, на вас посмотрите, если мы придем в аптеку и будем говорить, дайте нам, пожалуйста, противошоковый, там, какой-то, там, промедол, да, с морфином, то есть, нажмем кнопку, да, и пригласят специальных людей, поэтому, так, так вот у нас устроено, даже если вы долго и нудно будете объяснять, что вы куда-нибудь там собираетесь куда-нибудь там в зауральский хребет, все равно там пофигу, потому что даже вот таблетки для обеззараживания воды, скажем, дефицит, но опять-таки, сейчас, наверное, если, ну, на себе таскать, я не рекомендую вообще, собственно говоря, там, возиться с рюкзачными походами, потом я еще сделаю обзоры, там, скажем, тактического и специального, там, тактического экспедиционного рюкзака, ну, как-то я говорю, я уже вот стар стал для этого дерьма, да, таскать на себе там 30-килограммовый рюкзак, поэтому считаю, что, наверное, не те времена, гораздо проще, говорю, путешествуйте на автомобиле, берите себе машину какую-нибудь такую, неубивайку, полноприводную, складывайте туда весь шнурдяк, и, собственно говоря, вот там нормально, можно туда положить и кайсерфинг, и каяк, и прочее, ехать долю поперек, хотите на Урал, хотите на Корею, в Карелию, хотя куда угодно, в принципе, ну, просто вот, как бы, едете, не надо тащить на себе там байдар весом там в 30 кило, да, складных, там, еще рюкзак 30 кило, там, портить себе позвоночник и суставы, бросайте это все, вот это вот, ненужную суету и маяту, но когда вы берете квадроцикл, например, скажем, и экипируете его, то всегда помните о необходимости того, что у вас должен быть там медицинский комплект, вот, что, что именно должно быть в медицинском комплекте, ну, примерно такое вот, просто показываю, нечто такое, еще раз можно пробежаться, потому что здесь есть, жгут, ИПП, перевязочный пакет, что самое интересное, ну, бинты, салфетки, спиртовые салфетки, бактерицидный клей БФ, статин кровоостанавливающий, акватапс для беззараживания, ну, это все ничего, лопирамид сильная, противодиарейная, цикла, антибиотик, собственно говоря, сейчас, в принципе, антибиотики там разные, ну, это все остальное пропускаем, в принципе, сердечные боли, гипертония, ну, возможно, при резком переутомлении, кстати, не исключены, скажем, остекновения сердечных болей и гипертонии, даже у здоровых людей, у которых нет предпосылок, зачастую, например, скажем, там, какой-нибудь микроинфаркт, люди хватали в тяжелых условиях, например, каких-то, слишком серьезных нагрузок, и такое тоже бывает, так, экстракт валерьяны, ну, это вообще, между прочим, классное дело, побольше валерьяновых таблеток, выпиваете, ну, одна таблетка русского не берет, две тоже, три с трудом, ну, в принципе, от четырех таблеток ничего, да, только, в принципе, нормальное такое состояние, взвешенного взгляда на мир, если вдруг возникла ситуация, скажем, стрессовая, то, я думаю, таблетки четыре, здесь написано, принять, одну-три таблетки, ну, три-четыре таблетки, значит, экстракты валерьяны, будут в самый раз, бальзамы, вот, фталозол, значит, при кишечных инфекциях, дешевые препараты, собственно говоря, ну, противошоковый набор, ну, опять-таки, я говорю, какие, собственно, вот и все, что еще хотел сказать, значит, если какие-то раны возникают, да, например, вы их там должны, соответственно, там, левомиколю пару тюбиков, рекомендую иметь, раны обеззараживаете, да, там, протираете вокруг раны спиртом, добавляете, значит, кладете туда, ну, после того, как удалось остановить кровь, первичное, значит, обсвертывание произошло, добавляете, там, бинтовый тампон, обильно, значит, смазываете его, там, этим, антисептическим средством, там, левомиколь, накладываете повязку, собственно говоря, потом, через какое-то время, можно, ну, рану зашить, дабы она, все-таки, скажем, не мешала, ну, прям нитками, то есть, продезинфицировав нитки в спирту, и был, так, обычный, какой-то обычный такой вот, но, всегда возникает вероятность, я думаю, что в 50%, даже более часто, возможна ситуация, что внутри останутся какие-то там частички грязи, бактерий, еще чего-то, то есть, рана может, например, все-таки, скажем, кровь остановится, и какое-то поверхностное затягивание раны будет происходить, да, например, даже если вы просто самостоятельно нанесете несколько стежков, но покраснение, если, значит, начинается покраснение, потом какое-то определенное такое набухание, да, вот это раны, то совершенно очевидно, что внутри там какой-то сепсис, поэтому, в принципе, говорю, берете скальпель, ну, скальпель, опять-таки, это вещь такая исключительно там, да, уже до медиков, уже жуткая, уже это профессиональная там медицинская помощь, это совершенно другое, уберете вот такое серийное лезвие, открываете, вскрываете рану, по возможности, опять-таки, тампоном удаляете, скажем, продукты воспаления, гной, возможно, просто вставляете в бинтовый дренажик, скручиваете такую трубочку из бинтов, опять-таки, под лимомиколь, закрываете повязку, и оставляете там, и оттуда лимомиколь начнет вытаскивать ненужный гной. В принципе, такая ситуация может возникнуть вот, ну, когда угодно, да, например, просто при поездке на квадроцикле, если вы там поехали, там, группой, там, скажем, там, в составе, там, нескольких человек, там, на 3-4 дня, даже в небольшом удалении от города, хотя предупреждаю, например, что в случае возникновения какой-то серьезной опасности для жизни и здоровья, даже в спецподразделениях. Поверьте, что редко, наверное, кто обладает достаточными навыками и вот специальным, да, набором, там, медикаментов, инструментов для того, чтобы бороться с серьезными ранениями. Поэтому, говорю, единственное, что можно, там, скажем, убрать шок, вот, и остановить кровь и по возможности, там, как-то дезинфицировать вот этот вот, и как можно быстрее доставить пострадавшего. А так, в основном, в принципе, это что? Это утомляемость, желудочные инфекции, ну, и прочая фигня, то, что чаще всего случается с человеком. Ранки, вапки, хотя, я говорю, какая-нибудь заноза, занесенная, да, вот, в палец и не обработанная, там, дезинфицирующим каким-то составом, например, даже не покрытая вот просто элементарно хотя бы клеем, уж не говоря о том, чтобы наложить там специально пластырь, бинт, вот, может привести к достаточно серьезному такому абсцессу, да, загноение. Берегите себя. Все, пока иду.